Отлично, все. Тогда я объявляю доклад Дмитрия Быкова «Сигму модели пространств флагов». Пожалуйста. Ага, спасибо. У меня 15 минут, да? Правильно я понимаю? Ну ладно, хорошо. Будем считать, что это 15 минут. 15 минут, да. Ага, спасибо, да. Значит, я хочу рассказать про «Сигму модели пространств флагов». На самом деле, там несколько работ моих было посвящено этой тематике. Вот та, которая выдвинута, это одна из них, вот наиболее недавняя. Для начала просто общее свойство «Сигму модели» и определения. Это некоторая теория, описывающая отображение, которую мы называем здесь «Х» из пространства «Сигму» в пространство «М». Это пространство, это многообразие. «Сигма» называется мировая поверхность, двумерное многообразие. «М» — это таргет пространства. Действие модели, ну, модель определяется своим действием. Действие имеет вот такой вид, как написано, здесь есть два члена. В первый член входит метрика «H» на таргет пространства «М». В второй член входит два формы на «М». И, значит, ну, дельта — это метрика на мировой поверхности, просто единичная матрица. Вот у некоторых координатах «Эпсилон» — это космосиметрическая матрица, которая во втором члене стоит. Значит, нас будут интересовать случаи, когда «М» — это однородное пространство, «G» поделить на «H», где «G» — компактная полупростая группа. Алгебра «Ли» группы «G» допускает стандартное разложение «H» плюс «М», где «H» — это, значит, алгебра «Ли» — знаменателя «H», а «М» — это ортогональное дополнение относительно метрики Киллинга. Ну, и имеет место стандартное компактационное соотношение, что «H» под алгеброй и «H» с «М» принадлежит «М» — это условие редуктивности однородного пространства, которое автоматически выполняется, когда есть Киллинговая метрика. Значит, ну, на самом деле, нас будет интересовать не просто любое однородное пространство, а случай, когда «М» — пространство флагов. В принципе, их можно определить для различных полупростых групп, но, в общем, для простоты рассмотрим группу «СУН». В этом случае пространство флагов, вот одно из определений, это есть такой вот фактор пространства, как здесь написано. «СУН» поделить на «С» от «УН1» у «НМ», где сумма «Н» равно «Н» большому. Это можно рассматривать как пространство упорядоченных наборов из «М» под пространство «ЦН». Причем, значит, эти подпространства имеют размерность «Н1» и так далее «НМ». И попарно-ортогональные. То есть, они все попарно-ортогональные, и у них комплементарные размерности, то есть, сумма размерности равна размерности объемлющего пространства. Для определения моделей также потребуется комплексная структура на этом таргет-пространстве «Ф». И, ну, это еще восходит, в общем, описание этих комплексных структур восходит еще к работе Борреля и Герцебруха о поднародных многообразиях. И заключается, значит, очень простейший способ, как определить эту комплексную структуру следующий. Нужно просто задать упорядочение множителей в знаменателе, то есть, приписать этим «УН1», «УНМ» некое упорядочение от единицы до «М». В этом случае пространство флагов можно рассматривать как пространство вложенных друг к другу комплексных линейных пространств. «В1» и так далее «ВМ». Такое, что размерности «В» — это кумулятивные размерности, то есть, сумма вот этих «Нит» их от единицы до «К». А в какой последовательности вы берете сумму, это в точности определяется комплексной структурой. То есть, таким образом мы приходим к более стандартному определению пространства флагов, как пространство вложенных комплексных многообразий. На самом деле, на одном и том же пространстве флагов можно выбрать другую комплексную структуру, в которой вложение этих многообразий будет другое несколько. Ну, когда задана такая комплекция структуры, можно определить более тонкое разложение алгебры Ли. Значит, G — это есть H плюс M, и M можно подразбить на M плюс и M минус, где M плюс и M минус — это гламорфные и антигламорфные подпространства, то есть, собственные подпространства в комплекте структуры, собственные значения M плюс и минус E. В таком случае, однородность комплекции структуры, то есть, инвариантность относительно действия группы G, это определять с тем, что M плюс и минус — это замкнутое относительно действия H, а интегрируемость комплексной структуры означает, что M плюс и M минус — каждая является подалгивая комплексифицированной алгебра. Вот, ну, это вот схематическое такое изображение, значит, H — это вот некие диагональные матрицы, которые там у N1 и так далее, у NM, а здесь M равно 3 на этой картинке, а M плюс и M минус — это, ну, вот, верхние и нижние треугольные матрицы, либо соответствующие, ну, можно подействовать группой Вейля, на эти матрицы будут, будут тогда получатся другие комплексные структуры. Вот, значит, ну, как я сказал, на пространстве флагов, ну, для того, чтобы определить сигмодель пространства флагов, нужно определить метрику и б-поля на пространстве флагов, точнее, задать некоторую метрику и б-поля, потому что это то, что входит в действие сигмоделя. Для этого мы должны наиболее, чтобы построить наиболее общее выражение для метрики и б-поля, нужно разложить M плюс на неприводимое представление H, то есть M плюс — это сумма M плюс и житых. То есть вот M плюс и житое — это вот с точки зрения вот этой картинки, которая здесь нарисована, это вот прямоугольные блоки в M плюсе, прямоугольные блоки, это неприводимое представление H, знаменателя, фактор пространства. Значит, нужно разложить M плюс на неприводимое представление и соответствующим образом разложить форму Маруа Картана, G минус 1, DG, на G и житое, соответствующие компоненты вдоль этих м плюс и житая и м минус и житая. Тогда метрика и в поле – это просто есть сумма трейсов, вот этих g и житая, g житая, с произвольными коэффициентами а и b. Ну, в случае метрики коэффициенты а должны быть положительные, ну, а коэффициенты b – произвольные. Нас будет интересовать случай, когда коэффициенты b равны коэффициентам а. В этом случае форма b называется фундаментальной армитовой формой метрики h относительно одной из комплексных структур. И это есть просто свертка, то есть как тензор, это b-поле, это просто свертка метрики с комплексной структурой. Дальше, ну, вот в пространстве этих метрик b-полей вообще есть всякие интересные точки или подмногообразие, а именно, например, есть Келлеровые метрики. Келлеровые метрики – это когда вот эти а и житые коэффициенты есть разности z и t минус z житая, где z и z житые – это какие-то вещественные числа. В этом случае вот это соответствующее, ну, этой метрике можно определить замкнутую форму, которая называется формой Кириллова хостом-то-сурью на присоединенной орбите. Но, на самом деле, конкретно для вот тех моделей, которые я рассматриваю, в них нужно задать нормальную метрику. Это не Келлеровая метрика в общем случае. Нормальная метрика. Она соответствует тому, что мы выбираем все а равны единице. Ну, а, соответственно, все b тоже равны единице. Потому что а равно b, как я сказал, мы полагаем. И эта метрика замечательна тем, что геодезически в этой метрике однородны. То есть являются орбитами однопараметрических подгрупп группы G. Теперь утверждается, что модели, заданные таким образом, являются классически интегрируемыми. Ну, в общем, есть разное определение того, что такое классическая интегрируемость. В основном я опираюсь на то, что существует однопараметрическое семейство одинформ, которое вот здесь обозначается a, u, u это параметр некий, комплексный. Такое, что эти одинформы удовлетворяют уравнение нулевой кривизны. В частности, если здесь положить u равно единице, то у нас получится a равно k, k равно k, a равно k. k это ньютеровский ток данной модели, который оказывается плоским. То есть тоже удовлетворяет уравнение нулевой кривизны. И, значит, я показал в предыдущих работах, что, в общем, это данное свойство связано как раз с наличным комплексной структурой на однородном таргет-пространстве. Вообще, однородные таргет-пространства были классифицированы тоже еще в 50-е годы и представляют собой тарифские расслоения над пространством флагов. То есть пространство флагов – это такой базовый класс, это такие многообразие. Поэтому я вот в основном их изучаю. Затем, ну, можно показать, что из существования такого представления нулевой кривизны следует бесконечное число интегралов движения. И эти интегралы движения, как было показано тоже в этом году, они находятся в инволюции. Кроме того, для пространства флагов U3 поделить на U1 в кубе, которое есть простейшее несимметрическое пространство, были получены мной также явные решения уравнения движения в случае, когда вот мировая поверхность сигма – это сфера CP1. Ну, тут изучалось U3 поделить на U1 в кубе, потому что если взять, например, U2 поделить на U1 в квадрате, это будет просто сфера, это асимметрическое пространство, это все уже изучалось давно. Вот интересно мне представить несимметрический таргет пространства. То есть утверждается, что это обобщение теории интегрированных моделей, сигма-моделей на случай несимметрических таргет пространства. Вот. Теперь, значит, эти модели можно переформулировать, так называемая, так называемая квазилинейная формулировка, или по-английски это называется Gauge Linear Sigma Model. Это в случае, когда m равно 2, то есть число множественного взаимодателя равно 2, то есть f – это Гроссманиан, симметрическое пространство. То вот это квазилинейная формулировка эквивалентна теории Келлеровых факторов. То есть представление Гроссманиана в виде Келлерового симпатического фактора пространства матриц k на m по группе UK. И на уровне Лагранжана это означает, что мы записываем такой Лагранжан. U – это у нас матрица размера k на n, D, Z – это там ковариантная производная относительно группы UK. Дальше U крест U равной единичной матрицы. Это условие отображения момента, отображение момента равно единице. И мы факторизуем пространство таких матриц по группе UK. И вот, ну, в общем, с точки зрения Лагранжана, это было в 70-е годы еще записано. И для пространства флагов, если на пространстве флагов мы выбрали Келлеровую метрику, то такое GLSM-представление, оно следует из теории колчанных многообразий. Ну, как я сказал уже раньше, что на самом деле нас интересует нормальная метрика, которая Келлеровой не является. Значит, в случае вот как раз M больше 2, то есть когда это у нас пространство флагов, а не симметрическое пространство, то нормальная метрика не Келлеровая, поэтому тут не имеет смысла говорить о Келлеровом факторе, но все-таки имеет смысл говорить о GIT-факторе по нередуктивной группе, который, значит, в Келлеровом случае есть соответствие между GIT-фактором и Келлеровым симпатическим фактором. А в этом более общем случае пространства флагов у нас есть только вот GIT-фактор. Значит, для этого мы ведем матрицу U, опять же, которая из матрицы D-1 на M, где D-1, напомню, это вот размерность самого большого вложенного подпространства флаги, кроме самого объемлющего пространства. То есть, вот мы рассматриваем матрицу U, размер D-1 на M. Столбцы этой матрицы параметризуют векторы флага. И дальше мы вводим аналог калибровочного поля, который имеет вот такой ступенчатый вид. Это как раз связано с тем, что мы берем фактор по нередуктивной группе. То есть, это некая параболическая подгруппа. Вот. И дальше мы пишем Лагранжан, который в точности такой же, как вот в Грассманном случае был, то есть, как вроде как для Кейлерового фактора, такой же Лагранжан, но факторизуем по такой нередуктивной группе. И оказывается, что в точности получается вот та сигма-модель с правильной метрикой, B-полем, которую мы до этого определили до этого. Дальше, ну, в этих моделях, как я сказал, должно быть для интегрируемости бесконечного числа с конечностью зарядов. Один из способов их получить состоит в том, что мы рассматриваем упорядоченную вдоль пути экспоненту этой вот плоской связанности АУ, которую я раньше там писал, по бесконечному контуру гамма. И дальше раскладываем эту экспоненту вблизи точки У равно 1. У равно 1 это точка, когда АУ равно 0. То есть тривилизуется сама эта плоская связанность. И первые члены продолжения следующие. То есть первый есть метровский просто заряд, связанный с СОН-симметрией. Вот он, интеграл от звездочка К по контуру гамма. А второй заряд вот такой вот, он билокальный. То есть он включает двойной интеграл, на самом деле. Вот тут входит форма С, которая определяется как тоже коммутатор с некоторым интегралом. Это нелокальный заряд. Эти заряды сохраняются в том смысле, что они не зависят от контуру гамма. В силу теоремы Стокса. По теореме Стокса и с плоскости К следует еще эти интегралы сохраняются. Но оказывается, что это на классической теории. В квантовой теории вот этот оператор С, он содержит произведение двух разных операторов в совпадающих точках. Пи, которые здесь пи называются. И это произведение плохо определено. Его нужно регуляризовать или построить какую-то дискретную версию этой теории. Ну, такая регуляризация была вот впервые там Люшером придумана. Вот я тоже исследовал некую, ну, похожую на то, что придумал Люшер регуляризацию, но несколько видоизмененную, которая, как я утверждаю, лучше работает для непрямых контуров. И в этом случае, оказывается, вот тут нужно ввести, видите, регуляризованный заряд, параметр эпсилон, параметр регуляризации. И дальше оказывается, что существует предел, когда эпсилон к нулю. Что он не зависит от фазы эпсилона. Эпсилон это комплексное число, но предел, значит, от фазы не зависит. То есть он хорошо определен. С другой стороны, он зависит от кривой гаммы. То есть заряд уже предельный, значит, этот заряд, когда эпсилон к нулю, он оказывается несохраняющимся. Он зависит от кривой гаммы через два форму омега А. То есть вариация заряда при изменении контура, здесь интеграл от два формы по, ну, некоторой области, которая между контурами. Да, эти, вот как нарисовано справа, по желтой области. И два форма вот имеет такой вот явный вид. Это называется аномалия в этом заряде. То есть он уже перестает быть сохраняющимся. Ну и напоследок я еще скажу, что вот есть такая интересная другая формулировка этих моделей через теорию непатентных орбит. То есть оказывается, что уравнение движения вот этих пространств флагов можно вообще переписать совершенно другим способом. А именно, значит, вот ведем такое поле фи, удовлетворяющее вот этому уравнению в первой строчке. Это первое уравнение есть не что иное, как так называемое уравнение движения главного кирального поля. То есть оно описывает гармонические отображения в группу G. Если G маленькое, гармоническое отображение в группу G большое, фи это есть вот G-1DZG, то фи удовлетворяет этому уравнению. Ну и обратное тоже верно. Но теперь, чтобы ограничиться на пространство флагов, нужно потребовать, чтобы фи лежало в нельпатентной орбите. То есть фи Z в какой-то степени M было равно нулю. И если фи Z в степени M равно нулю, а фи Z в степени M-1 не равно нулю, ну всегда можно там M соответствующим образом уменьшить, чтобы это выполнялось. То матрица фи Z определяет естественным образом флаг через ядра, как флаг ядер степеней фи. И этот флаг есть точка в пространстве флагов, естественно, тавтологически. Но пространство флагов такое. У N поделить на U k1 k1 m, где k2 это число жардановых k2, то есть тут должен быть k2 и k2. Число жардановых клеток размера не меньше i. Число жардановых клеток имеется в виду в матрице фи Z, не меньше i. И вот основное утверждение, что такое отображение. То есть мы берем сначала решение, берем сначала гармоническое отображение в группу G, такое, что G-1 GZG лежит в нельпатентной орбите. И утверждается, что соответствующий флаг определяет решение уровня движения сибе модели пространства флагов, которые я до этого записал. То есть критические точки, эти уровни движения критические точки того действия, которое на первом слайде было, там где была метрика, B-поле. Но все это можно закодировать вот так совершенно другим образом в нельпатентные орбиты и в гармоническое отображение в группу. Ну вот, собственно, это вот те результаты, о которых я хотел рассказать. Спасибо за внимание. Ну, теперь если кто-то хочет задать вопрос, то я принесу микрофон, и это можно сделать. Вот впечатление такое, что основные результаты, которые здесь получены, это вот некоторая алгебра. А вот нельзя ли сюда привнести какую-то динамику? Можно ли смотреть на эти уравнения, на уравнение движения, как действительно на эволюционные уравнения? Есть ли там какой-нибудь аналог времени, которое движется там вот вперед? А если так, то как тогда ведут себя, можно ли говорить, как ведут себя типичные решения? Они колеблются или куда-то там уходят из одной бесконечности и приходят в другую бесконечность? Вот можно на такие вопросы пытаться отвечать? Ну, нет, время тут можно, конечно, ввести. То есть для того, чтобы ввести время, обычно рассматривают мировую поверхность, в которой есть цилиндр. То есть в качестве сигма выбираем цилиндр, да, и, например, направление вдоль цилиндра называем временем. Соответственно, в этом смысле вот интегралы, которые я тут написал, они являются сохраняющимися, да. То есть интеграл гамма берется, например, по контуру вокруг цилиндра, да. А, соответственно, независимость от гамма означает, что мы можем смещать этот контур вдоль цилиндра. То есть это и есть независимость от времени. Вот. То есть, да, здесь можно ввести пулассоновую структуру, время, гометриниан. Вот. Как ведут себя типичные решения? Ну, я не совсем понимаю, что здесь можно назвать типичным решением, но вот геометрически тут очень большой класс решений – это голоморфное отображение. То есть, вот, например, голоморфное отображение в пространстве флагов, они будут являться решением на уравнении движения. Вот. Как сказать, ну, как это с динамической точки зрения понять, я так не могу сразу сказать. Ну, а так, нет, уравнения вполне динамические. То есть, вот первое уравнение движения – это вполне совершенно динамическое уравнение. То есть, минимальные поверхности, да, являются тоже решениями, вот, уравнение сигмодели. Как понять, вот, я говорю, с точки зрения, как вы спрашиваете, я сейчас не могу так сразу сказать, но, наверное, нужно подумать в этом направлении. Спасибо. Еще вопросы слушателей? Ну, видимо, больше вопросов нет. Тогда, значит, большое спасибо. Спасибо.